Уважаемые братья, просим Аллаха, благодарим Аллаха, в первую очередь, за все милости, которые Он нам дал, за самую большую милость, то, что сделал нас мусульманами, то, что в самый свой любимый день собрал в самом любимом месте, в своем доме. Мы просим Аллаха, так как Он вместе нас собрал в самый лучший день, в самом лучшем месте, чтобы также в самый великий день, в день суда нас собрал под тенью своего трона и вел нас с нашими семьями, в садыфы-даусы. Часто вот такое бывает у человека в год, один-два-трих раза такое вот, когда общаешься с братьями, некое такое, знаете, ничего делать не хочется, такая апатия, что-то он вроде хочет делать. Потом смотрят, Субханаллах, время прошло, день быстро прилетел, потом неделя быстро прилетела, месяц быстро, год прилетел, два года, жизнь прилетела. И самое опасное положение верующего человека, об этом Аллах Субханаллах в Коране, не будьте сейчас правы, это человек, который, если постараемся сейчас приблизиться к нашему разуму, просыпается, Субханаллах встречает утро, проходит день, наступает ночь, ложитесь, спасибо, Субханаллах, что бы сегодня сделал, день прилетел, все уже его не вернуть. И он, и так уходит два дня, человек хочет научиться фуан читать. Год назад задавал вопрос, хочу научиться читать фуан, год прошел, тот же самый вопрос у него, так и не научился, хочу научиться читать фуан. Или, Субханаллах, я хочу вот начать читать намаз, год, два, три года проходит, я еще не готов, я еще не готов. Сестра говорит, я хочу деджа, к этому стараюсь, проходит два-три года, пять лет, так и не делаю. И здесь вот две вещи должны, первое, как раз, первое, это, ль-хидлядь имин Аллах, то, что на прямой путь наставляет только Аллах, Субханаллах. Аллах, Субханаллах, когда умер дядя, пророк Мухаммада, Салаллаху Алимусалам, Абу Талим, он видел, как принимает Ислам Аллаха, как Аллаху Алим, как люди заходят в ислам, как неспособляется Куран, наяты, на сердце пророка Мухаммада, Салаллаху Алимусалам, все это перед его глазами, видите, слышит, Аллах Субханаллах, не пожелал ему, не пожелал ему Али-хидлядь. И когда он умер, когда раненым с дядей стал Мухаммад, Салаллаху Алимусалам, тот, кто заменял его папу, маму, было для него все, то есть для его, когда потерял маму свою, дедушка залог на скитание, дедушка умер, дядя его вырастил, женил и так далее, то есть был для него тот, который был его опекуном, «Скажи, я буду заступником в Судный день». С другой стороны, ващества говорят, как ты можешь отказаться от пути Али-хидлядь, ребята, они поклонялись Идаллу. И так, между двумя здесь, его призывают к исламу, иману, тавхириков здесь, его отзывают от этого, и так умер, мне сказали «Да, Иллах Идаллу». И вот эти самые великие далии, то, что ислам, али-хидая, не дается по наследству, религия не передается по наследству, религия не передается по статусу, по национальности, по цвету Божьей, это хидая. Это кого Аллах Субхангдар пожелает, того поставили в правопуст. И когда он умер, урага Мухаммада Субхангдар заплакал, и Аллах Субхангдар сказал, ай, и сказал «Инна каля тахдиман ахбад, и лакимн Аллах я именеша». Поистине даже ты, Мухаммад, не можешь поставить прямой путь того, кого ты любишь. Только Аллах Субхангдар поставит того, кого пожелает. И вот здесь вот мы должны это прочувствовать сердцами, Человек, дядя пророку Мухаммада Субхангдар, который запитал его, который видел, как сахаты принимали ислам, который видел, как прислался вахид пророку Мухаммада Субхангдар, который видел аяты, мур'ани, мухчизиад, чудеса пророчества и так далее, Аллах Субхангдар ему не пожелал. А тебе, брат, вне брат, за тысячи километров от этого места, от этой местности, сколько времени ты пожелал, Субхангдар, чтоб ты шел по пути Аллаха, к Илляху, ва лилляху, ва лилляху, ва лилляху, ва лилляху, ва лилляху. К удовольствию Аллаха, ей милости и к его раю. Это великий и большой подарок от Аллаха Субхангдар. Но человек бывает не ценен, не занимается делами и душами, и его жизнь проходит. Кто-то занимается тем жизнью, он просыпается, он не искренне ошибки других людей. Он не забывает о себе то, что он то, что он должным образом не посклоняется Аллаху, но он смотрит, потому что его сосед неправильно что-то сделал, его родственник так сказал, не так так, а о себе забывает. И о себе забывает все равно. Поэтому основное, на что Аллах Субхангдар нас призывает, он оставляет, что он должен выполнять второстепенные вещи, которые его не касаются. Это уводит он в религию, это уводит из религии, это говорит Вану, это Твоё, это Судья такой. Этого не касается, его Аллах Субхангдар нас сотворил, потому что мы призывали к Аллаху Субхангдару, занимайте эти нужные вещи. Поэтому хотелось бы сосредоточиться и понять, для чего Аллах Субхангдар нас сотворил, и какие великие деяния, какое его дело, чтобы не коллеглиться с стороны в сторону. Основное, за что взяться? Прожить эту жизнь, что принесет нам благодать. Опять же, к чему нужно возвращаться? Не к моему разуму, не к его разуму, не на наши чувства. Религия не опирается на чувства, как некоторые судят по своим чувствам, Аббатах или по своему разуму, нет. فَمَرْجِ رُلَّحِدْ إِلَّا اللَّهِ وَرَسُونَ Один только одно возвращение к Аллаху и посланию Аллаху. Кур'ан и Суни. Аллах Субхангдар сказал. Аллах Субхангдар сказал. По истине, этот Кур'ан ведет человека с самым лучшим путем. В навигатор включаешь, когда ехать, например, от дома, до мечети он тебе показывает, особенно во время пробок, несколько путей. Есть быстрый путь, есть подкладная дорога, есть самый лучший быстрый путь. Также пути много в этой жизни. Путь такой. Каждый парк мы на прямом пути. Задлучшие люди парк мы на прямом пути. Но в чем же человек, который уверен, сведенно засылается на свой разум, говорит, я на прямом пути? Приводящему Далиле? Противореченному разуму. Чему следует? Самый лучший путь Аллах Субхангдар говорит в Кур'ане. Идак он ведет по самым лучшему пути. Почему? Потому что Аллах, кто кто нас отворил, лучше знает. Лучше знает, что для нас нужно. То, кто навигатор этот изобрел, лучше знает, как сделать дорогу, проложить, чтобы быстрее доехать. Машина у нас, например, человек едет, машина, Toyota врезался. Проблема не в Toyota компания. Водители. Там есть рекомендации, как эксплуатировать, как пользоваться. Лучше знают, как правильное нужно сделать. И так же, Субхангдар лучше знает для нас. Шестьсот страниц Бур'ана, сервисная книжка нашей жизни, инструкция нашей жизни, «Смарчу хая». «Манхачу хая». То есть, скажем, программа Даша Редина, Субхангдар говорит, этот Бур'ан ведет человека самым лучшим путем. И так же, этот Бур'ан радует верующие, которые творят благие деяния, то, что им уготовлено великое награду. Аллах Субхангдар также описывает Бур'ан, «Иннаму ликитабу на азиздай, ядинь дадам бэйни алихи, и вуаламин хадзид, вуаламин хадзид, вуаламин хадзид, вуаламин хадзид. То есть, это Бур'ан из посылания от Господа миров. Вот Аллах Субхангдар, Никогда там никто не найдет ни одну ошибку, ни спереди, ни сзади. То есть, нету там ни одной величайшей ошибки. Человек может написать книгу ошибиться. Потому что разум его может неправильно сказать. Аллах не ошибается, Аллах сразу обещает, выполняет Субхангдар. И Кур'ан, который ведет по самому лучшему пути, Аллах Субхангдар говорит, указал нам, что если Аллах Субхангдар кому-то пожелает хайр, благо, благо, хайр во всём и в дуни, во всём, он баракат в делах, в торговых, там, на работе, в семейных отношениях, во всём, во всём баракат, в здоровье, в этой жизни, в вечной жизни, если Аллах пожелает человеку хайр, благо, то он его сделает баракатным человеком, благодатным, бубараком, бубараком. Поэтому можно себе, братья, заметить, Субхангдар, два человека проживают жизнь. Надо ему смотреть, что он такой спокойный, такой невысокомерный, там, людей не обсуждает, этим не занимается, вовремя намаз читает, видишь, во внешнем виду он скажет, скрытые деяния у меня такие, великие, благие, как Аллаху Субхангдар. Одним делом он может там спасти много людей, помочь многим людям, но это не говорится, это баракатный барак, от него дур сияет. Другой же человек ничего не делает, наглый такой, там Субхангдар показывает, показывает свои деяния, хвалит и еще судит, кто в раю, а кто в аду, кто заплудший, кто не заплудший, кто верующий, кто не верующий. Аллах Субхангдар дозревает, чтобы мы были баракатными, и он сказал, заставил в Майде. Аллах Субхангдар писал в Айсу, и Айс салям не знаю, что в Адовении начал говорить, Аллах Субхангдар говорил, ИНИ АБДУЛАХИ АТАНИЯ КИТАДА ВАЖААЛАНИИ НАВИЯ Когда сказал в Адовении, люди сказали, Я Абдуллах, раб Аллаха АТАНИЯ КИТАД, ИНИ АБДУЛАХИ АТАНИЯ КИТАДА И СДЕЛАВАНИЯ ПРОКОМ И после я говорю, что сказал, он мне сделал баракат там, где бы я ни был. И вот этот баракат, он требует от нас, чтобы от нас, где мы бы ни были, чтобы оставляли пользу. В ранговом синишке, в кругу своих братьев, друзей, кто-то рассказывает оригиноты, кто-то рассказывает, там, какие-то оставшиеся, бывает, кричит, реками своими хвастаются и так далее. Ну ты оставь баракат на этом кругу, чтобы ты ушел, и люди задумывались, приблизились к Аллаху. В кругу своей семьи будь благодатным баракатом, в кругу братьев, в кругу общества, где бы ты ни был. От меня хотя бы один аят, хотя бы одно знамение. Ага, видишь, Субханаллах, кого ты есть нужда, и так далее, ты первый, кто помогаешь. Видишь, к людям нуждаются в знаниях, ты им даешь, делишься, то есть показываешь путь, как тут проехать. Человек останавливается, спрашивает, как пройти тут, кто-то проходит мимо, не обращает на это внимания, даже если он знает, ты останавливаешься, брат, у меня есть много времени, я тебе покажу, или проведу, там, старому человеку. Вот это баракат, вот это баракат, это требует от нас Мур'ан, это от нас, например, Субханаллах, то, кто лучше знает, о нас, что там принесет благо, в этом мире вечном. И какое понятие баракат? Это когда человек, когда Аллах через этого человека помогает другим. Когда через этого человека Аллах помогает другим. Есть такое высказывание, Аллах любит меня посредством тебя, мой брат. Субханаллах, в себе все хайвы, в себе все благо. Вот когда человек сможет быть таким благодатным, от которого используют пользу для других, это самое лучшее из людей. Потому что Рау Мухаммасаллах сказал, хайвы, нас, самые лучшие из людей, это те, которые полезны людям. Те, которые полезны. Знаете, хайвы, хайвы, мин агдан кудадь ин Аллах. То есть, чтобы быть полезным людям, это самое лучшее, что может приблизить нас к Аллаху, Субханаллах. И кому можно помогать и быть полезным, если смотреть на аяты, то это близкому, потом дальнему и дальнему. То есть, начиная с мамы, папы, брат и так далее. Как Аллах, Субханаллах, в Буране, сказал, Пускай твое плавно подходит для твоего близкого, родственника, потом мискиру, потом гуднику. То есть, ближе, кто дальше и дальше. Теперь задается вопрос. Как нам стать благодатным? Как нам стать бурараким? Как нам стать из тех, которым Аллах, Субханаллах, это бураракатные люди? Это знаете, братья, это как строение. Кирпичик, кирпичик. Одно, а то, другого. Отталкивается. То есть, чтобы то построить, то на начале фундамент, потом кирпич, потом стены ставить, потом в конце только крышу закрываешь и так далее. Так же в исламе, так же в поклонении, так же в Игадате. Первый вопрос, то, что у нас должно быть, с Аллахом Субханаллаху, перед тем, чтобы быть благодатным для других, Как я могу внутри зародить такую любовь к тому, чтобы быть баракатным? Перед тем, как быть благодатным другим баракатным, другим людям, нужно зародить внутри желание быть баракатным. И это поможет нам первое. Ас-сирху на Аллах. Само первое, что нам поможет искренность Аллах. Аллах, алихдас, искренность, соса от зарива, чтобы скрыты дела не были чистыми, когда на езене человек остается. И так же хорошо думать об Аллахе. Хорошо думать об Аллахе, Субханаллаху, потому что, как мы всегда часто говорим, наши сердца это как стакан, как куб. Он бывает чем-то заполнен стакан, или водой, или чаем, или кофем. Так же сердца там чем-то должен быть заполнен. Или будет заполнен любовью по отношению к Аллаху, или чем-то другим, или алихдас, чем-то у кого-то сердца заполнен страстями, любовью к хараму, греху и так далее. А мы должны заполнить, в первую очередь, чтобы там места не было, ни для чего, кроме как к Любови к Аллаху, не привязываем сердце ни с кем, ни с чем, кроме как с Аллаху, не с близким, с самым своим человеком, ни с сыном, ни с отцом, потому что, Субханаллах, это все не вечное. И, Субханаллах, даже вот, я даже, Субханаллах, себе это проверил, как только, Субханаллах, привязываем сердце с каким-то близким человеком, когда Аллах его забирает, тяжело становится. Поэтому мы не должны привязывать сердце ни с кем, кроме как с Аллаху, Субханаллаху, а Таану. И, чтобы быть баракатным для других, первое, что должно быть, как мы сказали, желание. Внутри быть благодатным. Поэтому, почему Аллах, Субханаллах, говорит в Коране, «Влядей инфикуна, бис-саллаху, баррак, бин-фикуна, бил-лей-ман-нахару, сирману, а Аля не тратит на пути Аллаха, жадит на пути Аллаха, ночью, днем. Открыто и скрыто. Почему открыто? Хотя лучше скрыто делать, чтобы Аллах не знал, чтобы быть примером этого, Субханаллах. Маш Аллах, брат, Маш Аллах, помогает нуждающимся. Я тоже хочу открыть, начинаю просить Аллаха, кто-то там выучил суры, тоже хочу выучить, чтобы показывать себя ревновацией. И когда вот это зародится желание, после этого, что мы хотим? Желать ту награду, которую Аллах уготовил за это, желать ту награду, которую Аллах уготовил за это. И мы не сможем желать награду, которую уготовил Аллах субханаллах за это, пока мы не сможем возвеличить Аллаха своими сердцами. Пока мы не сможем его завеличить, Аллах на строение сердца. Например, человек Чахи, который ни разу сэр что не делал, который далек от религии, где он говорит, что Аллах приготовил рак, Аллах приготовил религию в раю из молока, из меда, из длина, из воды, из пресны, в религии, в гурии, он говорит, о чем говоришь, я это не знаю, я это не видел, вот я хочу передо мной вот это, я вижу, вот это я хочу. Почему-то он не понял, он не познакомился с Аллахом, как ты можешь об этом говорить, он не понимает, что первое, чтобы он хотел то, что Аллах уготовил это в раю, он должен поверить истинно в Аллах и возвеличить сердце Аллаха. То есть бывает, человек просыпается ночью, оставляет постель, поклоняется Аллаху. Кто-то просыпается, боясь наказания Аллаха, хочет искупить свою реку, кто-то просыпается, хочет в рай, попасть в джаринах. Это все правильно. Но самая великая степень, то, что будет человеком, уже может быть на автомате без будильника, даже ночью, чтобы сделать сэжда Аллаху, это любовь к Аллаху. Это то, что скучает человек по Аллаху. Как ты скучаешь по своему человеку, который уехал от тебя, оставил тебя, и потом, когда он обратно возвращается, едешь в аэропорт, встречать его, так же и твое сердце должно скучать по Аллаху. Твой лоб должен скучать, сделай сэжда Аллаху. Это развеличение Аллаху. И мы не сможем развеличить Аллаху в сердцах, пока не познакомимся с Аллахом, пока мы не познаем, кто такой Аллах. И когда мы познакомимся с Аллахом, его великое качество, сэгда Аллах, его сэгда Аллах, его качество, атрибуты, после этого это будет то, что подполкнет нас. Отсюда будут рождаться дела, которые мы делаем ради Ильича Аллаха, ради Аллаха, и эти дела благодатные, эти дела баракатные, потому что все, что делается ради Аллаха, оно баракатное. А то, что делается не ради Аллаха, об этом нету баракатное. И Набиya, сэгда Аллаху, мукуднув в пули л-хайру, и был огромным народом. Наш Рух Мухаммад, пример, хорошо благодатного. И он был самый первый из всех, который делал благодать. И Аллах, субхану та'ала, когда в Коранах бисмит нам ка'аву, когда бисмит нам ка'аву ка'аву, первый храм, который был возведен для людей, которые выходили в Макка. И Аллах описывал, что бисмит нам ка'аву, то, что ка'ава баракатна. Бисмит нам ка'аву ка'аву. Именно когда человек лежит в Меху и смотрит на ка'аву. Вот кто бисмит, смотришь на ка'аву, невозможно глаз убрать. Смотришь на ка'аву и возвеличиваешь Аллаху. Смотришь на ка'аву и возвеличиваешь Аллаху, вспоминаешь твои грехи, просишь Аллаху для прощения, радуешься то, что ты вернуешь, какое ты отношение имеешь к этой местности, перед тобой ка'ава, лейт Аллах, дом Аллаха, субхану та'ала. В этот момент понимаешь то, что во всем мире люди по компасу ищут направление сюда, где найти ка'аву, а ты тут перед ней стоишь и видишь эту ка'аву. Это барракадная местность, это барракадная ка'ава. Он то, что дает тебе благодать от этого. Аллах, субхану, написал ка'аву, что она барракадная. Если человек сможет это понять, тахаквалию абдин Аллах, он спешит там для того, чтобы он возвеличит Аллах. И не сможет это возвеличить Аллаха до тех пор, пока не будет читать Кур'ан, размышляя над Кур'аном. Это, например, когда человек хочет обратиться к Аллаху, что ему нужно делать? Хочет дуа попросить. Берет там абдин, читает намаз и делает дуаан. А когда хочет услышать обращение Аллаха, кто такой Аллах, описание Аллаха, отрибут Аллах, откуда он может найти, мы Аллаха не видели, где? Из Кур'ана. Читает Кур'ан и размышляет на этом. Аллах, в первую очередь, нужно понимать, потому что Аллах ни в чем не нуждается. . То есть вот эти вещи мы должны понимать, потому что Аллах, не нуждается в своем троне и в тех ангелах, которые несут его трон. Аллах, субханат Али, не нуждается во всех ангелах, которые восхваляют его днем и ночью не ослушиваясь. Он не нуждается в этом. Аллах, субханат Али, мы сейчас пришли сюда, чтобы поклоняться Аллаху, Аллах в этом не нуждается. Аллах, субханат Али, не нуждается, когда человек в садата помогает. Аллах в этом не нуждается ни в чем. Аллах, субханат Али, не нуждается в джинах. Аллах не навредит ему никогда грехи грешников, и не поможет Аллаху поклонению поклоняющих. То есть отсюда мы с вами начинаем познавать, кто такой Аллах, из его статок, чтобы вы завеличили сердца. Нету Господа достойно, чтобы мы поклонялись помимо Его. Каждый из нас можно описать, когда дарёшь ему характеристику. Какой он большой, великим человек не был. Его начало – это ничто, его не было. И конец его – то, что он умрёт. «Инна ка маитун, ва инна а маитун». Аллах обращается к пророку Мухаммаду сказал, что поистине ты умрёшь, и не умрёшь. «Всё, что есть в небесах, на земле, всё это ничто у лица останется только им Аллаху. А каждым человеком, начало его – адм, небытьё, не было его. И остаётся конец его завариван, то, что он умрёт, уйдёт из этой жизни. Кроме Аллаха, даже ангелы, у них было небытьё, и они умру. Пророки и все. Кроме Аллаха, единственное Аллах, у него не было и мытья, и нет у него конца. Субхану и ма тиаану. Илла Аллах азиа ва ча. Также, о каждом можно сказать про его знания. Какой бы он великий, знающий, не был. Будь это пророк или ангел, о каждом можно сказать. Сабаху ва чахид, ва я лихатуху несьян. Ай. То есть у него раньше не было, он был чахидом, он был немежный. Как великий учёный становится учёным? Через сфере, через даану. Но в начале он не знал ничего. Он не знал, он не мог писать, не мог читать, не мог правильно сурочное. Не мог сказать одно слово. О любом человеке, о любом творении. И что у него, конец какой? Низьян. Забывчивость. Даже старик, когда уже в таком возрасте он что-то забывает, что-то хочет сборить, не может сборить. О любом человеке, о любом творении. Кроме знания Аллаха. Кроме знания Аллаха, субхану и ма тиаану, он никогда был незнависим, и никогда он не забывал. Субхану и ма тиаану. Аллах, субхану и ма тиаану, в Коране, в Сураке Аллаха говорит, فَنَدَلُوا الْقُرُونِ الْقُولَ قَالَ عِلْمُهَ عِنْكَ رَبِّي فِي كِذَا لَا يَضِلُوا رَبِّي وَلَا لِمْسَا Спросили, что касательно фурули и муле тех людей, которые ушли из этой жизни. Что с ними происходит сейчас? На что Аллах, субхану и ма тиаану, ответил. Он никогда не забывает. Субхану и ма тиаану. Это что касательно знания Аллаха. Теперь милость, милосердие, мягкость. Рахмату Аллаху, субхану и ма тиаану. Милость Аллаха, субхану и ма тиаану, он превыше всего. Покрывает всё. Рахмату Аллаху, субхану и ма тиаану. То есть его милость, она стоит перед тем, перед его наказанием. Если вы решите, что за милость, субхану и ма тиаану. Поэтому, когда сказал, сказал на один из салафов, «Атадбору жаназа для муты минель хамору?» «Калю в Аллаху и милосердие, он сказал, что в Аллаху не встанет нам. Я считаю, что в Аллаху не встанет. И он говорит, что за милость, «Васиаде куле шее». Одного из салафов Салих, в охране для душтов, много пилов. Много пилов. Привозили его к Мухаммаду, звали его Абдуллах, он стоял, он убил, но он, пророк саллаху, его любил, он всегда шутил с посланником Аллаху, ему джаник двор за это наказывали, потом отпускали, потом опять много-много-много начали его привозить, не говори так, он любит Аллаху в послании, не говори так, он любит Аллаху в послании, потом, когда он умер, пошли некоторые его хоронить, некоторые не хотели его хоронить, и спросили, как вы можете хоронить, буду меня хам, тот, кто постоянно пил алкоголь, А что один из салла в саллахе ответил, клянусь я Аллаху, я стесняюсь Аллаха подумать о том, что грех этого раба больше, чем его милость, я стесняюсь подумать об Аллахе, то, что его милость не простит его грех, это милость Аллаху Субхамаду Ахам. Какой бы человек добрый, щедрый, милостивый не был, никогда он не сможет своей милостью достичь милости, самого милостивого сердца Аллаху Субхамаду Ахам. Помните историю, когда женщина искала своего ребенка после разу, этот берет ребенка к своей грузи, прикладывает в него другого, берет третьего, нашла своего ребенка, выложила, успокоилась, накормила своего ребенка. Пророк Субхамаду Ахам сказал, как вы думаете, она этого ребенка может выкинуть в воду, в огонь? Говорит, я Русулу, я только салли к Аллаху, если она чужих детей так берет себе, как своего ребенка она может выкинуть в огонь? Тогда Мухамм Субхамаду Ахам сказал, что Аллах более милости к своему рабу, чем эта женщина по отношению к своему ребенку, сказал Пророк Мухаммаду Ахам. Как мы понимаем, это милость Аллаха. Мы взяли знание Аллаха, начало Аллаха Субхамаду Ахам, потому что ни с кем бы невозможность сравнить, никто его не радует, его милость. Так же, как Аллах милости на всех прощающих, Аллах Субхамаду Азизу, Аллах наказывающих. Аллах Субхамаду Ахам, наказал Ферраула для Кибри, Аллах Субхамаду Ахам, наказал Фараула из его высокомерия, пробовал Иблис из его высокомерия. Но несмотря на все это, когда Ферраулин сказал, То есть, я не знаю для вас иного Господа помимо меня. Эти реки, реки Египта протекают в моих ногами. Тогда, Аллах Субхамаду Ахам, несмотря на эти слова, вы сказали, я не знаю для вас иного Господа помимо меня, Аллах Субхамаду Ахам дал ему острочку 40 лет. Дал ему острочку 40 лет. Через 40 лет, Аллах Субхамаду Ахам на протяжении 40 лет милости в нем был. Посылал на разные знамения. И в истории Муха Ахам, посылал лягушек, саранчу, блок, шею, кровь. То есть, разные 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 аяты, разные знамения. И после этого, через 40 лет, Он сказал, Я ваш великий Господь. То есть, Аллах его терпел, Аллах Субхамаду не сразу наказал. Аллах Субхамаду Ахам дает за сночку. Даже человек ошибается, один раз и грешил, бросил Аллах и Таугу. Потом опять тоже попадает в яму. Просил Аллах и Таугу, Аллах обращает треси постоянно. Но если человек не задумывается, а следует, грешит и грешит, и Таугу не бросит, то Аллах Субхамаду может его сильно наказать. Так же и Фаал. Аллах дала ему на протяжении 40 лет разное знамение. Через 40 лет Он не одумался. И тогда же Дом сказал, Я ваш великий Господь. Тогда Аллах Субхамаду Ахата'ала послал ему Малик и Таугу, Ангел Смерти. И когда помните историю, когда он делал сажда, когда увидел то, что море распространялся на две части истории, как-то я видел в большие горы. И сделал сажда и сказал, Я уверен в том, что нет такого для меня Господа. Помимо того, Господа кому? Уверен в Малу Исраил, который уверен в Малу Исраил. И есть те, которые покорился Аллах из мусульман. И когда он говорил, Аллах суххану Ахата'ала, И только сейчас, И только сейчас, когда ты увидел Ангела Смерти и перед собой умер, и стал отаятих, он сказал, прострелил и честь, сказал ей, Великий Господь, сейчас не умер. Тогда Джибраил, когда рассказал эту историю пророку Мухаммаду, потому что областанник Аллаху не видел это, Джибраил сказал, Он сказал, Когда он говорил, Я ненавидел еще любого фараона, когда сказал, Я ваш великий Господь. Я брал глину из моря и затыкал ему рот. Когда он говорил, Боязнь то, что Аллах к нему свое и просит его. Какую великую милость Аллаху. Даже в отношении к боязни то, что знает милость Аллах, Зная милость Аллах, Зная милость Аллах, что его лакомость затыкал ему рот. Поэтому Аллах, когда он сказал, Аллах, где в Коране об этом говорится, Аллах его доказал за последнее слово и за первое. Последнее слово это какое? Я ваш великий Господь. Первое слово Я не знаю, где у вас одного Господа помимо себя. Между этими словами было это расстояние. Было 40 лет. Было 40 лет. И когда он сказал только первый, Я не знаю, weil он был в Кафир. Капитан проступал много畝 на него. Муса А Он сказал, О, Аллах, ты дал фарамону, его народу, красоту этой жизни, власть, имущество, деньги, но они же тем самым отдаляют народ от тебя. Аллах, забери у них это богатство. Постань печати на их сердца, поистине они не уверуют, пока не увидят наказание Твое. Иблик Афир, махмалаллах, говорит, что хаун, амин салам, стоял рядом и три раза повторил, да амин, амин, амин. В следующем аяте, субханаллах, он сказал, я ответил на вашу дуа, идите по прямому пути и не идите по пути незнающих тяги. Иблик Афир, говорит, через 40 лет ответил Аллах, субханаллах, на эту дуа. Поэтому вы так же приходите, отсюда мы какую свою пользу берем, когда человек просит дуа, просит дуа, просит дуа, и Аллах мне отвечает, то, что нельзя ставить Аллаху, субханаллах, в сроке. То есть, джаду, и Абдинад, и Аджад. Аллах, субханаллах, ответит на дуа раба, если он не будет рабить Аллах, сказал, руку Мухаммаду, саллах, айс. То есть, нельзя говорить, Аллах, дай мне завтра это, дай мне это сегодня. Проси в общем, как бы Аллах пожелает дать нас. Если ты не получишь этого движения, ты получишь этого ахиятия. Если не получишь этого ахиятия, то Аллах, субханаллах, через эту дуа, отдалит от тебя какое-то предопределение, то, что тебе должно было предопределено быть из чего-то страшного. Может, аварию какую-то тебе отнарит, болезнь какую-то отнарит. Ну, ни в коем случае не вернуться без... Если ты кушаешь халя, если ты молишься, если ты справедливо живешь, ничего не нарушаешь. Закон Аллаху, субханаллах, ответит на твою дуа, в этом даже нету сомнений. Просите дуа, и вы знаете, что Аллах ответит вам. Знаете, то есть, не так ответить, не так. Будьте уверены, что Аллах ответит на ваши дуа. Будьте уверены, что Аллах, субханаллах, ответит на ваши дуа. Камя Аллаху, как мы поняли знания Аллаха? Мы поняли то, что Аллах, субханаллах, какие великие знания Аллаха. То, что ничто не похоже на Аллах, субханаллах, мы познакомились с милостью Аллаха, познакомились с какой Аллах, кто что может доказать. Вот здесь бы хотела остановиться и сказать, как говорят ученые, какое самое высшее степень богобоязненности верующих человеков. Где проявляется богобоязненность у верующих человеков? Когда человек оставляет грех, при этом узная то, что Аллах прощающий, милосердный, когда человек оставляет грех, при этом узная то, что Аллах прощающий, милосердный, перед тем, как он свершит этот грех. Как Аллах в Коране говорит, «Вауслимадил джанна лил мутдакил гайр да'ид, халана джанна лил мутдакил гайр да'ид, халана джанна лил кул лавали, унииб манхарши ябрахмана бил гайб, То есть именно сказал Аллах, уготовля джанна, ран, бризок от богобоязненности. Те, кто возвращаются к Аллаху, субханам Аталия, просят у него покаяние. «На лихащи ябрахмана бил гайб, тот, кто боится, милостиво, когда он остается наедине, когда его никто не видит». Вот здесь Муфасирун говорит, боится, милостиво. Почему не боится, например, Джабла, он сказал, «То, кто боится, боится того, кто может наказать». Именно тот, кто боится, милостиво. А здесь Муфасирун говорит, примерно, чтобы была понятна картинка, если ты закрыл двери, шторы, и, например, слава, хочешь сделать какой-то храм, выпить алкоголь, слава, плавление, совершить зина, ты знаешь, что тебя никто не видит. И в этот момент ты знаешь, что тебе тут должно это сделать, знание о Аллахе, то, что он милостивый, то, что он прощающий, то, что он милосердный, так, как Аллах наказывающий, но ты знаешь, что милость Аллаха и прощение Аллаха, субхану ва-та-Аля, опережает его наказание. Но при этом, при всем, и именно, что тебе тут должно сделать этот храм, знаешь, что Аллах прощающий милосердный. Но при всем этом ты оставляешь этот грех, боясь милостиво, боясь не наказывающего, а боясь прощающего того, кто прощает греха. Вот это самый высший степень ха-ширьк, самых высших степень богопоясницы. Оставляю ясно знаешь, что Аллах простит тебя, что Аллах субхану ва-та-Аля, егена, ты убежден, что Аллах прощающий милосердный, из этого ты долго попросишь, но при всем этом ты оставляешь этот грех, ради Аллаха, субхану ва-та-Аля, любя Аллаха, субхану ва-та-Аля, надеясь на его прощение, надеясь на его великую степень. Субхану ва-те-Аля. Время зашло, да? 25 секунд 25 секунд? На этом остановимся, праздник, иншаллах Если что, в следующих, иншаллах Мы продолжим Продолжим, этим мы начали, иншаллах То есть знакомиться с атрибутом Аллаха Сегодня мы как бы хочешь с вами взяли То, что если Аллах пожелает человеку благого Мы его сделаем благодатным, первым, сорока Иншаллах, благодатным, для других, иншаллах Также Это требует у нас мой ад И что может сделать нас благодатным? Баракатным, чтобы мы, в первую очередь, должны быть, хотеть быть баракатным Второе Чтобы быть баракатным Мы должны понимать величие Перед кем мы делаем эти дела Баракатным, благодатным То есть, какое дело, например, ты знаешь Вот от твоего звонка может решиться Какая-то там судьба человека И учесть выбор, позвонить или нет Ты это делаешь и спасаешь человека Как один брат, недавно нашел Такой великий поступок совершил И вот это баракатное благодатное дело Ты знаешь, что твое слово может что-то зависеть Ты думаешь сказать мне или не сказать Но если ты знаешь, что у него будет польза Это баракатное дело То, что ты баракат для других несешь Не только для самого себя Третье Как раз вот это подтолкнуло Эту тему Один брат, нашел его Потому что удивительно Такое дело Он совершил в отношении к другим людям Из-за Мамахэ Третье То, что Мы не сможем Извеличить Аллах Пока не познакомимся С атрибутами Сейчас мы с вами взяли Знание Аллах То, что ни у кого Каждому можно сказать Что он был незнающим И в корте забывает Про Аллах Он никогда не был незнающим Никогда не забывает А каждому можно сказать То, что Начало его Ничто И конец его То, что он умрет Про Аллах Суххангадар У него не было начала Нету конца Суххангадар Он вечный Азари Третье Мы познакомимся Милостом Аллаху Какой бы человек Добрый, милостив Щедрый не был Он не сможет достичь Милостив Аллаха Суххангадар Четвертое Аллах наказывающий Также И пятое Что же Мы взяли Великая степень Абаговоязненности Когда человек Оставляет Грехи Знаешь Что Аллах Простит его Но оставляет Все равно Оставляет Абаговоязненности Если Доживем На следующей Веденой Суххангадар В неделю Продолжим Барак Вауфик Мачзак Абаговоязненности Абаговоязненности